Успеть вовремя. Президент России Владимир Путин с рабочим визитом побывал в Тобольске. Он осмотрел мощности нефтехимического комплекса и дал старт новому комбинату. На совещании по развитию отрасли глава государства подчеркнул, что работа с углеводородным сырьем может быть в некотором роде переосмыслена, с поправкой на то, что спрос на черное золото сокращается. Чем займется отечественная нефтянка и какой регион в федеральном правительстве называют наиболее перспективным в вопросах диверсификации, узнал Дмитрий Круковец. Президент Российской Федерации провел в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазовой отрасли. Во вступительном слове Владимир Путин отметил, что Тюменская область – один из регионов-лидеров в нефтехимическом секторе. В 2013 году здесь открыли современный профильный комплекс. Спустя семь лет глава государства дал старт работе нового комбината. Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов. Позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ. Как известно, снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки в нашей стране. Владимир Путин предложил развивать относительно новую для России отрасль – нефтехимии. По итоговым выводам, прозвучавшим в конце совещания, можно предположить, что цель поставлена с тем, чтобы не опоздать. Все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%. А в ближайшие пять лет спрос на нефть в 1% только укладывается. А потом будет вообще снижение, доноится доходной десяток. Конечно, в структуре потребления нефти мы будем отмечать изменения. Будет уменьшаться доля использования нефти в качестве моторного топлива и будет увеличиться доля использования нефти в переработку в нефтегазохимическую продукцию. И это очевидно, потому что в современной мировой экономике сформировался устойчивый тренд развития полимерного материаловедения. Он будет и дальше развиваться. Глава государства отметил, что у российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого есть квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база. Запускаются новые современные заводы, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта. Но доля так называемого малотоннажного производства – мала. Треть из всех полимеров строительных присадок поверхностно-активных веществ, катализаторов, красителей и красок – поступает из-за рубежа. Перспективы развития газохимии и добычи в стране в федеральном правительстве связывают с Ямалом. Инвестиционный проект по реализации газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов. Масштабная ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять титан и субцуги в качестве сырья для газохимического комплекса. Тумарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал составляют 26,5 трлн кубических метров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и около 300 млн тонн нифти. Нефть и газохимическая отрасль имеют значительный потенциал для развития. Есть сырье, есть устойчиво растущий спрос. Это дает возможность построить или начать строительство до 2030 года более 100 новых нефть и газохимических установок. При этом объем инвестиций может строительство новых мощностей превысить 3 трлн. По итогам заседания Владимир Путин дал ряд поручений. Среди них подготовить предложения по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Но ближайшие 10 лет передовые материалы и технологии должны получить первостепенную поддержку. Объемы выпуска предстоит увеличить на 70%. Правительство страны должно разработать меры стимулирования выпуска таких товаров. Это позволит поддержать автомобильную промышленность, авиастроение, военные комплексы и ЖКХ. Дмитрий Круковец, Сургут, Интерновости.